Все больше швейных фабрик переориентируют свое производство под нужды общества в условиях пандемии после введения в край масочного режима. Спрос на них еще больше вырос. Тем временем специалистам нужны не только маски, но и защитные костюмы. Репортаж Антона Примачева. На капюшоне, на рукавах и по низу есть такие резиночки, которые хорошо прилегают к телу. Защитные костюмы изготавливаются из нетканного материала. В них сейчас нуждаются не только медики, но и все, кто проводит дезинфекцию помещений, а также сотрудники предприятий по производству продуктов питания. В условиях повышенного спроса швейные мастерские Хабаровска переориентируют свое производство. Здесь изготовление одного защитного костюма занимает ровно 45 минут. Тканью надо осторожно, потому что если сильно натянуть, она может порваться, лопнуть. Коллектив численностью чуть больше 20 человек работает сразу по трем направлениям. Кроме защитных костюмов нужно выполнять и текущие заказы, к примеру, куртки на следующий зимний сезон. А еще шить огромные партии масок. На этой неделе в крае был введен особый режим. Для изготовления масок используются два вида заготовок. Основная часть и отделочная выпускаются в форме вот таких бобин. Ткань здесь используется тянущаяся. Каждый занимается своим делом. Возьмите. И благодаря этому удается в день выпускать 7 тысяч масок. Масок у нас целое множество. Есть детские маски, есть бязевые, трикотажные с морской тематикой. А это вот военные заказали, получается, такую партию? Нет, это просто гражданские. Так как сейчас белые маски наподобие ваши не в моде. Появление моды на маски, по мнению специалистов, косвенно свидетельствует о том, что общество находится на стадии принятия новой реальности, которая сложилась в условиях пандемии. Хабаровчане понимают, что маска теперь должна быть у каждого. Но даже многоразовых нужно иметь несколько штук на одного человека. Маски трикотажные, ткани новые. Есть некоторые ткани неоднотонные. То есть это краска. Естественно, перед первым использованием нужно их постирать, погладить. Только потом уже на себя одевать. И все же стопроцентная гарантия безопасности при использовании сшитых на заказ масок или одноразовых аптечных никто не даст. Надежнее всего сейчас оставаться дома. Антон Примачев, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Ну, кстати, да, выясняется, что все-таки есть еще и маски. Мода на те самые маски. Вспоминается, как в начале марта тоже была новость о том, что модные показы в Европе проходили в тон общего тренда. И тогда тоже модели выходили в масках. Ну, естественно, модных, какие еще могут быть у модных домов.